Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания. И сегодня я вам покажу, как отмыть банку от мёда. Вот я переложила мёд, вы видите, из трёхлитровой банки. Она немножечко неполная у меня была. И здесь остался мёд. В принципе, если вам банка не нужна, да, там можно взять, эту банку просто выкинуть. Но мне остаётся мёд, который пчёлки с огромнейшим трудом собирали. То есть, моя бабушка с дедушкой пчеловоды, я это знаю. Знаю, как они собирались всё это глазами. Я видела этих маленьких пчёлок, ульи. И для меня мёд это как золото. Вот золото, бриллианты берегут женщины, носят их. Вот для меня мёд это то же самое. Поэтому просто брать и выкидывать банку с мёдом я не могу. Да, она почти пустая. Вот, поэтому я хочу вам предложить его оттуда вызволить. А вызволить его можно горячей водой. Сейчас мы это с вами и сделаем. Мы заливаем туда. Немножечко подождём. Немножко она перекипела у меня. Заливаем, заливаем. Где-то немножко. И сразу тут же её закрываем. Вот так. Наливаем где-то, ну, сантиметров 5-7. Вот так вот где-то. То есть, она вот она. Немножко. Ни пол банки, ни целую. Немножко. Самое главное, чтобы она была горячей, но не кипяток. Теперь смотрите. Получается так. То, что вода горячая, шёл пар. Вы видели. Этот пар поднимается кверху до крышки. И в виде воды спускается обратно вниз. Таким образом банка очищается. То есть, она становится чистая. И весь мёд в воде. Значит, дальше вода. То есть, получается, медовая вода. Мой дедушка, пчеловод, говорил это. Медовый компот. Называл её. Ну, вот она используется. Ей можно, допустим, ополоснуться в ванне. То есть, помылись вы. И этой водичкой ополоснулись. Для кожи очень хорошо. А там для рук, да. Ну, в принципе, медовые маски. Там всё это вы знаете. Можно в интернете всё это найти. Можно помыть голову. То есть, помыли голову. Шампунем, бальзамом. Потом ополоснули. Вот этой медовой водичкой. И всё. Там потом водой ополоснули. И всё. Либо можно его пить. Можно его добавлять. Он не настолько прям сладкий будет. Если наберёте много, он будет совсем не сильно сладкий. Если чуть-чуть, чем меньше, тем он будет послаще. Ну, и совсем мало тоже не надо. Вот. Также его можно добавить в компот какой-то, если вы варите, допустим. Куда-нибудь в чай там. Или из него чай сделать. Разогреть. То есть, тут много очень вариантов. Вот. Очищаться она будет в течение... Не могу сказать вам точно время. Ну, пока не остынет. Вот, в принципе, побежала капелька. Вот уже что-то отпадает там мед. Она, в принципе, смотрите, уже на глазах стала довольно... Даже не довольно, а гораздо чище, чем была. Вот, в принципе, вот такой вот вам маленький лайфхак. Всем спасибо за просмотр. В конце ролика я оставлю фотографии. Какая она стала, в конце концов. Вот. И смотрите другие мои лайфхаки, влоги, мастер-классы. И всем пока-пока. Не забывайте подписываться и писать комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok